Поехали! Здравствуйте! Скажите, как поднимаете себя на каждодневной тренировке? Я вам скажу. Во-первых, я не отношусь к этому как к тренировкам. Тренировки, они в основном у спортсменов. Это те, кто хочет достичь каких-то результатов мощнейших. Это для тех, кто занимается достижениями. В результате любые достижения, они оборачиваются нам боком. Различными травмами, проблемами, болями. Организм изнашивается, когда мы тренируемся. Тренируемся для чего-то, преодолеваем. Есть два вида хождения в спортзал. Или, так сказать, тренажерный зал, или фитнес-центр. Два вида. Первый. Мы идем тренироваться. И второе. Мы идем отдыхать. Вот я прихожу отдыхать. Я кручу педальки. У меня циркулирует кровь. Я глубоко дышу. Насыщаю организм кислородом. Обогащаю. Способствую правильному и равномерному выбросу серотонина, дофамина. Они находятся в балансе, в норме. Я не перегружаю, не завышаю пульс, не заставляю себя задыхаться. Что приводит к увечью вашего тела. Я свое тело как бы даю ему состояние, которое было у нас у всех лет в 11, в 12, когда у нас пульс был высокий. Детский пульс такой. И вот этот момент, как бы я напоминаю своему организму об этом состоянии. О состоянии бодрости, радости. Когда мы не делаем что-то на износ, а когда мы делаем что-то в радость, в удовольствие. Для детей беготня и игра – это отдых, это развлечение. Это принятие души из позитивных эмоций. Это потом, бам, по башке, в школу, тыры-пыры, задания, заставляния всякие, упреки, оскорбления, обиды, и все закончилось. Сейчас можно вернуться спокойно к этому состоянию. В зал надо ходить, не трудиться, не работать, не пахать. Не дружите с теми людьми, которые вам говорят, надо пахать, надо вкалывать. Вы разрушаете свою жизнь, потом задаете вопросы. А как, почему, а как быть, вот так все хуево, ну такое все говно вокруг. Потому что вы настроили себя по ошибке пахать. Типа то, что вам дается по жизни легко, свободно, то, что вам приносит радость, типа это неправильно. Это надо отодвинуть на потом. Этим надо заниматься в свободное отпахание от труда время. Все, что вам приносит радость, удовольствие. Запоминайте, я буду повторять. Вы, ведомая провокацией вашего мозга, откладываете на потом. Или вообще убираете как неправильный элемент вашей жизни, вот такой сегмент вашей жизни, который не должен быть вашей составляющей, или мотивацией, целью и так далее. Все, что вы связываете с мотивацией, с процессом делания, вы связываетесь с неким трудом. Вам сразу скажу, пиздеж. Этот пиздеж, что все достигает с трудом, впахиванием, работой над собой, преодолением, изнурительным каким-то, это процесс, ведущий вас к триумфу, к единичному состоянию триумфа, который, когда вы достигаете, становится пшиком, ничем, пустышкой. Ну вот, произошел триумф, вы добились какой-то цели, занимались, трудились, занимались боксом, вот вы победили, даже многие сейчас узнают это состояние, те, кто добивался каких-то целей в жизни, будь то в спорте, в творчестве, в работе, в конечной цели, вот вы получаете зарплату, вот вы всю жизнь, все целый месяц трудились, получили, эйфория пошли, купили, съели, медаль надели, получили, эйфория, вот триумф, этот пик произошел, и дальше пустота. И вы один, и эта пустота вас изжирает. Цена этого триумфа, к которому вы стремитесь, вопреки своим радостям, вопреки всему тому, что приносит вам удовольствие, и все, что вам дается легко, цена этого триумфа – одиночество, цена этого триумфа – пустота. Ну, не в хорошем смысле, да, та пустота, когда мы осознаем себя как пустоту, как пустой сосуд, который надо заполонять, а пустота, которая вам, вот, она – ничто, отсутствие какого-либо ощущения приятного, то, от чего вы бежали всегда, от этого страха одиночества, от этого неудовлетворенности, нереализованности, ненужности, никчемности, бессмысленности. Вдруг вы достигаете того смысла, который вы хотели создать, этого ощущения нужности, заполненности. Но это все делалось ради одного этого ощущения в конце. Вот вы пришли к зарплате, к медали, к достижению, к победе, к реализации. Оно произошло, и все. Нет этого. Знаете, как вот репетируешь спектакль, тяжело, целые полгода репетируешь, хочешь на эти репетиции, трудишься, там ставит свет, то, сё, актер разводит, пробуешь, это получается неплохо, и вдруг, бум, зритель пришел, и ты такой, ооо, закончилось, идешь домой, и пустота. И что? Спектакль закончился, зритель ушел, заново закрылся, и ты ни с чем. Так вот, то, о чем я говорю, это триумфальное шествие по жизни. Жить нужно триумфально. И тогда вот это ощущение пустоты, которое тебя сдавливает и разрывает на куски, опять, да, то, от чего вы бежите всегда, оно никогда не придет. И все аплодисменты, медали, зарплаты, дивиденды, поздравления, чествования и все такое, оно будет для вас как некий бонус, как то, что просто происходит с вами, когда вы триумфально шествуете, когда вы просто радуетесь, когда вы находитесь в этом состоянии перманентно. Триумф – это то, что должно быть просто составляющей базой вашей жизни. Поэтому делать нужно все то, что дается вам легко. Все то, что идет через радость. Все то, что тащит с теми, кто тебе приятен, кого хочется обнимать, любить, целовать, говорить приятные слова, или вообще молчать приятно. Быть здесь и сейчас, в этом моменте, и сделать его триумфальным. Идете ли вы в зал, не трудиться, не пахать, идете ли вы на работу, занимаетесь ли творчеством, это не ради цели, которая является конечной триумфальной фазой, а ради того, что вы это делаете, ради того, что вам это сейчас приносит радость и легкость. Вот сейчас, в момент, когда вы делаете. А то, к чему это приходит, это всего лишь уровень, конца которому нет. Да, эти уровни сопровождаются другими триумфами, ну или, так скажем, атрибутами триумфа. Потому что рукоплескание, награды, медали, зарплаты, звания, достижения, победы, это всего лишь атрибут триумфа, а не его основа. Триумф – это то, как вы это создаете. Беспрерывно. В зал мы идем не для того, чтобы достичь чего-то, для того, чтобы кем-то стать, а потому что это кайфово. Это процесс вашего отдыха. Впоследствии будете всегда отдыхать. В зале, на работе. Вы всегда находите, вы всегда отдыхаете. Вы в релаксе. Триумфальный релакс. Можно так назвать. Я не заставляю себя. Я отдыхаю здесь. Я прихожу покрутить педальки. Видите, я вот слегка вспотел. Я глубоко дышу. Насыщаю кислород. Я делаю тяжелые упражнения, но не настолько тяжелые, чтобы прям мне было плохо. Я делаю это ровно настолько, чтобы кайфануть. Небольшими весами. Да, раньше нравилось. Большую весу. Сделал такое себя. Чувствуешь молодцом. Но когда потом понимаешь, что ты искалечил свой организм, что тут оторвалось, там оторвалось. И все. Делали я медитацию. Мы находимся с вами в медитации уже. Настолько глубоко медитации, что забыли о том, что мы медитируем. Мы даже более это... Представьте, если там в Тибете, где-нибудь в горах люди медитируют, они в порядке, они знают, они медитируют. А вы настолько замедитировались, настолько ушли глубоко, что забыли, что вы медитируете. Но мы постоянно в ней находимся. Медитация – это наш процесс. И то, что это реальность, это следствие этого процесса. Откуда желание выгнуться? Ну как? Эго, я же говорил, эго – механизм, который вас все время выталкивает, возвышает. Покажи себя. Это животное. Откуда у вашего животного, у собачки, желание идти вперед, гавкать на людей? Когда кому-то походить, она гавкает на людей. Она поебывается. Потому что она защищает вас. Ей кажется, что вы, блядь, хуй с горы. Вы вообще никто. Вы как бы член стаи. А она вожак. Вы ей еду добываете, вы ей все преподносите, вы ее моете. Она спит на вашей постели. Она рвет ошейник вперед, бросается на людей. Она делает за вас работу, которую вы не делаете. Но делает это, как собака. Бросается, показывает себя, выебывается, орет, кусается. И так же и ваш мозг. Когда вы им не владеете, когда вы им не управляете, он за вас так же тупо, как собачка тупая, гавкает на всех, делает хуйню и подставляет вас. Потому что собачку могут пристрелить вашу, пнуть ногой, ебнуть ей чем-нибудь, отравить ее нахуй. Так же и вас, пока вы не владеете собой, пока вы не контролируете себя, выебываетесь, значит, ваша собачка вас подставляет, вам стыдно за нее. Знаете, бывает, за собачек за своих стыдно, да, они? Укусит, покусают ребенка, потому что ей кажется, что вы вообще никто, блядь. Она вас в хуй не ставит, ваш мозг вас в хуй не ставит. Домашний быт застал, достал. А что тебе достал? Я не понимаю, надо конкретно разбираться. Что тебе достало? Посуду мыть? Почему тебя это достало? А как ты хотел? Пожрать и не мыть посуду? Посрать и не спустить за собой? Так хочешь? Достало, спускать, жопу вытирать достало тебя? Так что ли? Насрал дома и не хочешь убирать? Это тебе достала уборка? Что тебе достало? Деньги зарабатывать? Какой быт? Я не понимаю, каком быт? Выяснять отношения с женой? Ну, если ты с ней выясняешь отношения с женой, как тебе это достало? Ты просто берешь это и делаешь. Стоишь, блядь, как мудакой. Чешли, что-то доказывать. Ты же это делаешь? Нахуй это это делаешь? Просто не делай этого. Все. А если она, ты, блядь, сам себе этого достоин? Ты себя так поставил? Ты? С ней? И она думает, раз он со мной, значит, он чему? Потому что я отношусь к нему как к чему. А он продолжает быть со мной. За что он чему? Он достоин такую, как я. Такую говняшку, как я. Он достоин. Он со мной. Он еще и любит меня, говорит. Я ему муск ебу, и он, блядь, себя хуями крою. Он любит меня. Значит, он чему? Значит, ему так, с ним так и надо обращаться. Пинать его, блядь, поджопниками, нахуй, посылать, и хуйню ему всякую втирать. А вы такие, а мне это достало. А нахуй ты там? Ты этого достоин. Ты, это твой сайз, твой размер. Ты этого достоин. Ты на большее не способен. Это твой уровень. Нет? Не твой? Будь там, где твой. Вакцинироваться или нет? Хочешь вакцинироваться, хочешь нет. Как тебе? Какая разница? Я не понимаю, почему на счет, почему такой вопрос вообще про вакцинирование, не понимаю. Почему вопрос? Идти ли вам в магазин? Мне покупать еду или не покупать? Чего мне брать? Сыр твердый или мягкий? Сладкий или соленый? А клубнику можно покупать сейчас? Чего вы мне такие вопросы задаете? Вы чего вы, блядь? Как ваше дело? Хотите вы вакцинировать, хотите, нет? Почему вы меня-то спрашиваете? Я никак не отношусь к вакцинации. Как я отношусь к магазинам на улице? Как я отношусь к правилам дорожного движения? И как? Это просто есть и все. Чего мне, зачем мне к этому как-то относиться? Я общество люблю. Оно настолько уебищное, что на него прикольно, за ним прикольно наблюдать. Знаете, за уебищными этими всякими насекомыми, которые жрут друг друга. пауки там хватают хоть муху по-уебищному. Это все настолько, это мир настолько прекрасный, универсальный, странный, такой выстроенный по своей стратегии взаимодействия, обмена и пожирания друг друга. Вот. В этой уебищности я вижу, что общество, оно такое же, как эти насекомые, как эти животные. Это также прикольно, это также уебищно. Только общество еще более уебищное, потому что у них есть мозг и они могут этого не делать, но они делают. И это здорово, это, блин, прикольно, это как анекдот, это смешно, потому что юмор всегда строится на каких-то, на каком-то абсурде. И то, что делает общество, это полный абсурд, и это прикольно, я очень люблю этих клоунов, и за ними прикольно наблюдать. И сам являюсь частью этого общества, сам такой же клоун, и тоже делаю кучу-кучу всякого дичи, и смотрю так же на себя, и радуюсь тому, какой я иногда бываю мудак. Общество, какое мне нравится, наше или западное, что, Юрка? Я починила. А? Я починила. Кого? А, серьезно? Слушай, я уже 33 минуты еду, хоть бы хватит. Общество, нашли западное, я говорю, я же за обществом наблюдаю не за тем, что мне нравится больше, а за тем, что мне нравится, что это общество делает, и то, что, и те, как бы, и вот в том сравнении, которое я иногда делаю с западного и нашего общества, я нахожу забавность в том, что нет никакой разницы, что оно абсолютно одинаковое, что такое общество, что любое общество, западное, европейское, африканское, китайское, японское, оно везде одинаковое, и вот это вроде все разное, и в то же время оно все на одном и том же держится, и вот эти наблюдения меня очень забавляют, да, это прикольно, это мотивирует просто как-то создавать какую-то альтернативу, создавать какое-то мое свое маленькое общество, хотя бы того места, где я живу, и наслаждаться тем, что это не так уебищно, и что это не так абсурдно, как вокруг, это просто кайф, быть там, где ты живешь, быть там, где тебя любят, с теми, кому ты доверяешь, кому радуешься, и это твое общество, и это настоящее, твое подлинное общество, которое я по-настоящему люблю, искренне, и не, хотя там тоже много всего абсурдного, но мы мгновенно этот абсурд осознаем и смеемся вместе, в отличие от тех людей, которых я наблюдаю как бы со стороны, там мы вместе посмеяться не сможем, если я им это предложу, они не поймут, потому что спят, но мы вроде как проснулись, все, а вам спокойной ночи,